Друзья, привет всем! И с вами снова Буровой Легбес и я Антон Епихин. И мы снова говорим на тему газо-нефтьеводопроявлений, а правильнее говорим в пику нашего курса к IWCF. Или еще правильнее говоря, курса предподготовки, если так можно выразиться, к IWCF, который призван заставить, помочь. Не знаю, как хотите, выражайтесь. В общем, оказать какую-то пользу вашей подготовке к курсу IWCF. Поскольку этот курс достаточно сложный и требует порой большой концентрации, но не все сходу вспоминается и не все сходу запоминается. А для вас это, по сути, официальная шпаргалка. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Методы закрытия скважины. Что это такое? Для чего? Какое-то делаем? Что за закрытие? Кого мы там закрываем и так далее? Ну, начнем с того, что закрытие скважины это же организм, да? То есть закрыть скважину, заткнуть ее фактически. По-другому, и, наверное, правильнее, более литературно говорить, герметизация скважины. То есть мы будем говорить сегодня о методах герметизации, а это о чем говорит? О том, что газо-нефть и водопроявление у нас все-таки произошло. Все-таки произошло и, следовательно, нам нужно его каким-то образом остановить и ликвидировать. Теперь давайте разбираться. Начнем с того, что какие первоочередные действия при газо-нефть и водопроявлении? Вот здесь у нас написан алгоритм. Пожалуйста, первый тот, кто заметил газо-нефть и водопроявление, он должен оповестить всех. Ну, это пишется нередко в литературе таким образом, но давайте будем откровенны, что в действительности первый, кто заметил газо-нефть и водопроявление, должен оповестить бурильщика. То есть он должен бурильщику сказать, гей, у нас ГНВП. Обычно все-таки первым, кто замечает ГНВП, является бурильщик, потому что у него есть доступ к приборной панели, у него, собственно, все показатели зачастую видны, плюс у него выстроены сигнализации, о чем мы говорили в предыдущем нашем уроке. Следовательно, бурильщик вроде бы должен этим заниматься. Но если вдруг кто-то другой заметил прямые признаки ГНВП, или даже косвенно, он в любом случае должен оповестить бурильщика сказать, обратите внимание. Итак, ну, предположим, что у нас есть какой-то прямой признак, и мы говорим бурильщику, гей, у нас началось ГНВП. Ну, понятно, что не с такой радостью, а привлекаем его внимание. Что дальше делается? Дальше процесс герметизации скважины ведется под руководством бурильщика. Он здесь главный на данный момент. И как это реализуется? Во-первых, бурильщик герметизирует скважину, то есть он управляет привинторами со своего пульта, который, вспомогательный пульт управления ПВО, находится за спиной бурильщика, либо рядом с бурильщиком. И бурильщик закрывает, либо герметизирует скважину. Раз. Предварительно подав, конечно же, мы не должны забывать, подав команду выброс, о том, с той целью, чтобы оповестить всех остальных на буровой, чтобы народ знал, что у нас, собственно, возникла связь нефтеводопроявление. Но при этом он может и сразу автоматом, условно, вызвать супервайзера. То есть, благо сейчас средства связи это позволяют делать. Итак, команда выброс, герметизация скважины, тем или иным методом, о них мы сегодня поговорим. И затем назначение дежурных. Ну, то есть, допустим, бурильщик герметизирует скважину, говорит помбурам, так, я закрываю плашечным приветором, значит, вы идите там, закрывайте винтовыми штоками, подпирайте плашки, там, ты-то за тем-то следи за приемной емкостью, ты-то за тем-то и так далее. То есть, всем раздает задание, чтобы все были придираны. И после этого мы приступаем к ожиданию, собственно, стабилизации давления, как это принято называть. По факту, потому что после того, как вы загерметизировали скважину, если действительно есть ГНВП, то у вас на манометрах, на трубах, то есть, манометр на стояке и на затрубе начнет расти давление. И ваша задача отследить тот момент, когда оно начнет стабилизироваться. Нередко в литературе говорится, что нужно подождать приблизительно 10 минут. С какой-то долей вероятности так оно и есть. Ну, считается в среднем, что время стабилизации, оно так и длится. Но иногда это вводит в заблуждение людей, особенно, когда они имеют дело с газовым притоком. То есть, газовый приток пришел, и человек начинает следить, видит, что давление растет. И у него соображение такое, что 10 минут и давление должно остановиться. Все, типа, расти не будет. Но суть в том, что если у вас газовый приток, то давление будет постоянно расти. То есть, если вы просто подождите 20 минут, оно еще подрастет. 30 минут, еще подрастет. И оно будет постепенно расти. О чем это говорит? Это будет говорить о том, что газ начал мигрировать. Вот, кстати, о миграции газа мы поговорим в следующем уроке. Итак, газ начал мигрировать, а это уже не очень хорошо. Ну, в принципе, не самое лучшее явление, потому что давление везде будет расти. Так вот, значит, нужно как-то понять, когда это время стабилизации поймать. 10 минут, но мы понимаем, что через 10 минут оно все равно не должно остановиться. А как понять, что оно стабилизировалось? Как один из вариантов, это фиксировать, собственно, изменение давления по минутам. Да, ну, или просто регистрировать время по изменению давления. То есть, бурильщик смотрит на манометры, такой, ага, то есть, допустим, на затрубе на трубах, там, 5-5, там, через 3 минуты, ну, условно, на затрубе на трубах, там, 25-45, там, и вот так вот, ну, начинает регистрировать. То есть, на бумажку через какие-то либо равные промежутки времени, либо по изменению давления. Он производит регистрацию, ну, с учетом времени, понятно же. И когда супервайзер придет на буровую, либо в присутствии супервайзера это должно вестись, и супервайзер, оценивая условно по времени, как идет прирост давления, он поймет, вот когда начинает замедляться этот прирост. То есть, когда началось замедление, это считается моментом стабилизации, да, то есть, грубо говоря, сначала прирастало там по 3 бара в минуту, да, давление, а потом стало прирастать по 1 бару в 4 минуты, условно, вот такая вот суть. И вот в этот момент мы говорим, что давление стабилизировалось. В этот момент нужно, понимаете, нету такого, что 10 минут и все, точно, все, остановилось давление, больше никуда не растет, будет расти. Ну, опять же, подразумеваем, если говорим газовый приток, он 100% будет расти. Поэтому для себя это, ну, пометьте, запомните. Нужно именно, вот особенно, когда на симуляторе, да, работаете, работаете на симуляторе, никто же вам не будет подсказывать, когда там пригласить супервайзера. И супервайзеру, в частности, никто не будет подсказывать, а какие данные взять. И чтобы эти данные для расчета, листа глушения, и чтобы вот эти данные правильно взять, вы должны отследить этот момент. Поэтому лучше всего регистрировать, условно, поминутно. Ну, самый простой вариант, поминутно. Почему нет? Дальше. В процессе стабилизации давления и постфактума него мы по итогу должны получить какие-то выходные данные. То есть, бурильщик эти выходные данные предоставит супервайзеру. Какие это будут данные? Давление. В трубах и в затрубе. Это раз. То есть, ну, по сути, бурильщик показывает лист регистрации, супервайзер сверяет его с показаниями на манометрах и делает вывод, какие данные он возьмет. Далее. Регистрируется время начала ГНВП. То есть, тоже, чтобы понимать, когда это началось и как это развивалось во время. Также регистрируется объем притока. Объем притока мы регистрируем посредством того, что смотрим, насколько увеличился объем в емкостях, ну, собственно, по итогу закрытия скважины. То есть, ток и принимаем за объем притока. Понятно то, что там соотношение не обязательно один в один будет равно. Может, там побольше, поменьше. Тут как бы сложно уже сказать. Но момент такой, что мы принимаем это за объем притока. То есть, то, насколько увеличился объем в емкостях. И, конечно же, глубина скважина. Но важный момент по вертикали. По вертикали это важный момент. Но об этом мы еще не раз скажем, когда будем разбирать гистоглушение. Итак, вот эти пять показателей. Бурильщик передает эту информацию супервайзеру. И супервайзер уже переходит к расчету листа глушения. Дает свои какие-то целеуказания и прочее, прочее, прочее. Важно то, чтобы супервайзер проверял бурильщика. Безусловно, кто-то может сказать, типа супервайзер, да я доверяю бурильщику. Бурильщик может сказать, да ты чего мне не доверяешь, что ты меня проверяешь? Закон, да? Незаконная присказка. Поговорка. Доверяй, но проверяй. В любом случае ничего в этом плохого нет. Проверка повторная, это не вопрос недоверия к бурильщику. Это в первую очередь вопрос просто убедиться на всякий случай. Чтобы потом, собственно, не искать виновата. Ну, очевидная штука, да? И после того, как мы собрали все эти данные, супервайзер берет их, ну вот он, отчет супервайзера. Он забирает их, проверяет, физически смотрит. И затем он производит расчет листа глушения. Ну, как я уже сказал, да, в какие-то целеуказания. В принципе, после того, как супервайзер приходит на буровую, все работы уже ведутся под его руководство. То есть он, как тут, главный. И процесс глушения идет под его руководство. То есть он руководит процессом глушения. И в действительности так должно быть. Понятно то, что в некоторых жизненных ситуациях бывает, там, он, там, супервайзер необстрелянный, бурильщик сверхопытный, там, бурильщик может даже, там, поуправлять чем-то. Но все-таки, учитывая то, что супервайзер управляет дросселем, им от него и должно идти руководство. Потому что супервайзер напрямую управляет давлением скважины. Это важный момент. Если будет, супервайзер будет на дросселе, а бурильщик будет управлять процессом глушения, ну, ни к чему хорошему, скорее всего, это не приведет. Хотя, не зарекаюсь, мало ли что, всякие ситуации в жизни бывают. Но по правилам все-таки супервайзер. В данном случае мы подразумеваем либо супервайзер, либо мастер буровой. То есть, ну, по сути, так скажем, вышестоящая должность инженерная. Далее. Теперь мы должны поговорить о вопросах закрытия скважины. Существует, по сути, два метода. Есть метод мягкий, есть метод жесткий. Они могут быть... Выбор метода может обусловлен быть разными причинами. Нередко причина выбора метода, закрытия, это политика компании. То есть, ну, просто в конкретной компании, на конкретном месторождении, в конкретной стороне так принято. Вот они всегда так живут, тренируются и ликвидируют свои геновы. В какой-то другой стороне по-другому. То есть, это нормальная практика. Но, помимо этого, есть еще, как бы, определенные особенности у каждого метода. Чем они отличаются? Жесткий это... То есть, вот, жестко закрыть, да? Прямо именно резко закрыть. Можно есть такой синоним подобрать. Что значит мягкий метод? Мягкий это такой нежный, да? То есть, вы как бы плавненько закрываете скважину. В чем разница? Если жесткий метод, ну, уже по движению понятно, что он более быстрый. Быстро закрываем. В этом случае, чем быстрее закрыли, тем меньше получили приток. Потому что, пока вы закрываете скважину, приток все равно идет из пласта. Все равно выходит, там, флюид. И, ну, вы, по сути, в этом заинтересованы. Но, важный момент. Чем резче вы закрываете, об этом я еще ранее говорил на наших уроках, тем больше создается гидроудар. То есть, мы просто механической задвижкой перекрываем поток движения раствора. Естественно, раствор бунтует. Его толкает вверх энергия пласта, а мы просто ей мешаем. То есть, мы забор ставим. Раствор ударяется и создает гидроудар на стол скважины. К чему это может привести? Но, если у вас есть слабые пласты, это в худшем проявлении может привести к поглощению. Ну, и, как бы, это весьма серьезно будет. Есть другая сторона. Мягкий метод. Мягкий метод, ну, как раз-таки, он-то и призван, чтобы, например, обезопасить вот такие вот слабые пласты. Да, то есть, отрезковый гидроудар. И в этом случае мы меньшим воздействием подвергаем эти самые горные породы. Нельзя говорить то, что нет гидроудара. Гидроудар будет просто меньше. Он все равно будет в любом случае. Вы все равно перекроете скважину по итогу, она полностью будет герметична. А пласт все равно будет работать, и вы ему помешаете в этом. Поэтому нужно для себя просто принять то, что, как бы, мягкий метод. Он тоже создает гидроудар, но значительно меньше. И, значит, меньше опасности для горных пород. Это одна сторона. Другая сторона. Но закрываем мы скважину менее оперативно, а, следовательно, приток будет больше. А в процессе глушения скважины тут уже зависит от, как говорится, опыта и умения ваших супервайзеров-бурильщиков. И как они эту скважину будут глушить, это ГНВП. Тут уже зависит. Может быть, и при мягком методе можно получить достаточно неплохие давления в скважине. По итогу процесса глушения. Поэтому тут нельзя говорить то, что один явно лучше, чем другой. У одного есть свои плюсы, и у другой есть свои плюсы. Но единственное, что мягкий метод, он просто требует больше концентрации от бурильщика на этапе герметизации. Я объясню, почему. Сегодня мы будем говорить об этих методах, используя вот эту схему. Специально нарисовал, трудился, старался. Но надеюсь, что будет понятно. Быстренько по ней пробежимся. То есть предполагаем, что у нас идет инструмент скважины. На забое он находится, идет бурение на первом этапе. На устье у нас что находится? Крестовина с привинторами. То есть от крестовины у нас идет линия дросселирования, линия глушения. Коренные гидрозадвижки на линии глушения и дросселирования. Дроссель. Ну, неважно, ручной, гидроуправляемый. Как вам нравится. Манометр давления по затрубу. Манометр давления на трубах. Ну, вот здесь я показал. То есть у нас на стояке. Ну, формально так. Пусть будет так, чтобы было понятно, откуда у нас появляется давление. Дальше. Привинтора. Стандартная трехпривинторная сборка. Два плашечных и универсальный превинтор. Один. Что еще у нас есть? Емкость долева, емкость приемная. И есть буровой насос. Который чего-то там куда-то качает. Смотрите, как эта игра будет строиться. Ну, во-первых, мы рассмотрим процедуры закрытия жестким и мягким методом в процессе бурения и в процессе спуска подъемных операций. То есть мы посмотрим, как скважина подготавливается к закрытию. И, собственно, как это потом иллюстрируется. То есть как это проводится, к чему мы приходим по итогу. То есть, ну и будет какой-то определенный алгоритм действий. Для того, чтобы было понятно, я почему эту схему и нарисовал. То есть для понимания, для понятийности. Вот эти кружки, это как раз таки демонстрирует то, что закрыто оборудование, либо не закрыто. То есть если здесь будет красный цвет, значит эта задвижка закрыта. Если там будет зеленый цвет, зеленым маркером я нарисую, значит задвижка будет открыта. То есть это нам позволит создать, проиллюстрировать поэтапно, как готовится скважина и как она, собственно, закрывается. Поэтому я думаю, сейчас мы с вами приступим к обсуждению. Поэтому не переключаемся, я пока готовлю доску. Поехали. Итак, мы готовы начать. И, да, я безумно волнуюсь. Сейчас мы сначала поговорим о такой теме, как герметизация скважины в процессе бурения. Для начала мы обсудим, в каком виде, в каком виде у нас вот эта вся вязка настроена, когда у нас происходит герметизация в процессе бурения. То есть подготовка, да, то есть подготовка к бурению. Итак, начнем прямо вот так вот по ходу дела разбирать. Что у нас открыто, что у нас закрыто. Гидроуправляемые задвижки на линиях глушения и линиях дросселирования, они должны быть закрыты при подготовке к бурению. Потому что у нас циркуляция осуществляется, собственно, через верх. То есть они у нас две родные закрыты. Теперь, что касается дросселя. А вот дроссель тут уже настраивается по-другому. Я отдельно нарисую кружок. Мы себе пометим то, что верхний это жесткое закрытие, а нижний это мягкое закрытие. Итак, как это будет выглядеть в случае жесткого закрытия? В случае жесткого закрытия дроссель у нас тоже закрыт. В случае мягкого закрытия дроссель у нас частично открыт. Это важный момент. Не полностью открыт, а частично. И в разных источниках литературы вы найдете разную эту цифру 25, 50, 75%. То есть это уже зачастую зависит от конкретных условий бурения. То есть где мы бурим, какие там пласты и так далее. То есть на какой-то определенный процент. Частично открыт. То есть нижнюю часть рассмотрели. Дальше. Смотрим по циркуляционной системе. Емкость долева. Зачем она нам закрыта? А задвижка на буровой насос и на приемную емкость у нас должны быть открыты. Условно потому, что в приемную емкость у нас раствор должен попадать по итогу, проходя через систему очистки. А насос из этой условно приемной емкости забирает раствор. Ну вот приблизительно такая простенькая схема, без каких-то усложнений. То есть тут понятно. И остается, что у нас с превентарами. Но очевидно, что в процессе бурения у нас превентара должны быть что? Открыты. Все превентары открыты. Прекрасно. Вот так вот у нас выглядит, будет картиночка, когда мы подготовились к бурению. Подготовились к бурению, дали команду, поехали, начали бурить с вами скважину. Бурим, 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 бурим. Возникает прямой признак ГНВП. И бурильщик принимает решение загерметизировать скважину. Каковы его действия? Вот здесь, внимание, я хочу, так скажем, избежать таких моментов, что вот, а у нас вот так, а почему вот так. Я постараюсь максимально полно рассказать, как может быть. Возможно, я что-то упущу. Но общий алгоритм у вас просто должен сложиться в голове. Итак, на первом этапе, вот в общем виде, что мы должны сделать? Мы должны оторваться от забоя, поднять инструмент на уровень АКБ, при этом выключив вращение и насос. Вот теперь нужно разобраться, что, как это, по какой последовательности. Самое первое, что мы делаем, мы прекращаем процесс бурения, отрываясь от забоя. Очевидный момент. Отрываемся от забоя, это 100%. А вот дальше тут уже зависит многое от того, как вы бурите. Начнем разбирать вариант. Если у вас стандартная талевая система, то есть, когда вертлюк используется, таль-блок, то есть, без системы верхнего привода. Что вы будете делать? Вы в любом случае остановите вращение, если еще при этом ротором вращаете, да, например, роторный способ бурения. Роторный способ бурения на классической системе, да, талевой. Вы остановите вращение, потому что вам нужно инструмент поднимать. И потом начнете поднимать инструмент на уровень АКБ, муфту. Муфту инструмента, ближайшую на уровень АКБ. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы у нас в рамках плащевого превентера не оказалось там, где плащки, муфта трубы. То есть, ну, тоже, думаю, понятно. Итак, это вот классика, да, то есть, если талевая система классическая и роторным способом бурим, то значит, просто это, останавливаем вращение и пошли на подъем. Насосы не выключаем. Я сейчас объясню, почему. Дальше. Если у вас система талевая, не классическая, система верхнего привода ездит там, и вращение роторным способом идет от СВП, значит, чего вы можете делать? Вы можете поднимать сначала, но не ждать остановки вращения. Вы, условно, можете выключить СВП и иначе идти сразу на подъем. То есть, он будет останавливаться, а вы идете все равно на подъем. Потому что у вас нет задачи из ротора освободить инструмент. То есть, у вас это все на СВП висит. И вы идете на подъем. Это если роторный способ бурения, с такой и с такой системой. Если мы бурим с вами забойным двигателем, мы вращение не останавливаем. В данном случае. До момента, пока не выключим насос. То есть, пока насос вы не нажмете, кнопочку выключите, у вас все равно забойный двигатель будет вращать до лото. И это нормальная тема. Значит, в случае применения забойных двигателей, у вас вот эта остановка вращения, она как бы нивелируется. Вы просто поднимаете мухту на уровне КБ. После того, как вот произошел вот этот этап, вы должны остановить насосы. Вот момент. Зачем нам нужно останавливать насосы, когда мы подняли инструмент? Не в первый момент. Внимание. Вы будете работать быстро. Вы будете резко подрывать. У вас уже идет здесь приток. А вы его хотите, что, минимизировать. Но, мы помните, говорили пару уроков назад, то, что когда мы резко поднимаем инструмент, что будет? Свобирование, да? Значит, если вы резко подернете инструмент, вы как бы дополнительно будете вызывать приток. То есть, формально вы себе будете усложнять задачу. Но, если вы не выключите насосы, то вы действием потока раствора все равно будете поддавливать флюид. А если вы выключите, то как раз таки исключится вот этот, скажем, дополнительный прирост, вот этот ЭЦП-шный прирост за счет гидросопротивления в кольцовом пространстве. И, по итогу, вы получите больший объем притока. Поэтому, мы не выключаем насос. Насос нам работает, помогает получить меньше притока. То есть, вот момент. Поэтому, вот, четвертый этап. Остановка насоса. Остановили. А теперь, наша задача с вами разобраться. Как герметизировать? До этого пока все было одинаково, да? То есть, в чем разница между методами? А вот здесь у нас тут разница. Мягкий метод, жесткий метод. В чем разница? Разберем мягкий метод. Как мы осуществляем наши манипуляции в этом случае? С вашего позволения. Беру стиралку, да? Итак, что мы делаем в случае мягкого метода? У меня вот здесь написано, наверное, то, что нужно открыть задвижку на линии дросселирования. Да? Точно. Значит, мы берем, оп, и открываем здесь задвижку. Открыли. Что мы в этом случае получим? То есть, сразу проговариваем. У нас поток из скважины идет вверх через устье. У нас же ГНВП, да? А тут мы открываем ему еще один канал. И он у нас-то пойдет куда? Через дроссель. А дроссель у нас частично открыт. Значит, о чем разговор? Потому что мы даем потоку из скважины два направления. То есть, он раздваивается. Ну и формально мы создаем ему меньшее гидросопротивление. В данный момент даже ему помогаем. Говорим, дружище, иди свободнее, мы тебя даже не поддавливаем. Дальше. После того, как мы открыли здесь гидроуправляемую задвижку, что мы должны взять? Мы должны перекрыть доступ раствора наверх. Значит, мы закрываем превентер. Здесь у нас три превентера. Какой хотим, тот и закрываем. То есть, который принято, который бурильщик обычно закрывает. То есть, тут много споров ходит. Мы обычно, когда в процессе обучения говорим, закрываем пук. Но, по сути, если вы, допустим, на экзамене, там, бурильщик закроет скважину плашечным превентом, то в чем проблема? Это как бы его личное решение. И это нельзя за это наказывать, да? Логично же. То есть, ну, мы берем, закрываем пук. Я правильный такой, как говорится, ботаник. Закрываю пук. Как написано, так и делаю. Закрыл пук. Значит, я что мешаю теперь потоку раствора идти вверх? И у нас остается для раствора канал только через дроссель. Но он уже значительно суженный. Вот в чем момент. То есть, он уже ужат, но все равно поток из скважины может куда-то идти. То есть, мы не жестко его, как бы, перекрываем ему путь. И только после этого мы производим закрытие дросселя. Закрытие дросселя. Все. Вот он, по сути, мягкий метод. Задвижка коренная гидра на линии дросселирования. Пук и дроссель. Все, закрыли скважины герметично. Дальше. Давайте теперь обсудим, как будем делать, когда у нас жесткий метод. Возвращаемся к первоначальному нашему виду. Привентер у нас открыт. Задвижка на линии дросселирования закрыта. Помчали. То есть, опять же, началось ГНВП, все манипуляции до четвертого пункта провели. И теперь герметизируем жестким методом. Что мы в данном случае делаем? Здесь никаких уступок. Жестко работаем. Никакой дипломатии. Сразу превентер. Сразу закрываем превентер. Таким говорим. Опа. Закрыли. Превентер закрыт. Мы просто жестко перерубаем поток. Говорим, ты не пойдешь дальше. Все. И мне некуда идти. А он оперся. Жестко. Больно. Обидно. Гидроудар. Вот о чем был разговор. И после этого мы открываем задвижку на линии дросселирования. А дроссель у нас все равно закрыт. Нередко задают вопрос. Тебе говорят, а зачем открываем задвижку на линии дросселирования? Зачем? Дроссель закрыт все равно. Чем это нам поможет? Тут момент логичный. Смотрим, да? Здесь манометр стоит. Между коренной гидрозадвижкой и дросселем стоит манометр. По которому мы будем смотреть давление за трубой. Если мы не откроем задвижку, у нас там будет ноль. И нам будет казаться, что все прекрасно. Только для того, чтобы снимать показания. Ну и чтобы потом в дальнейшем, как бы уже, если опять же предположим такую ситуацию, что вы по какой-то причине сняли давление на манометре, потом зачем-то закрыли и решили глушить скважину. И забыли, допустим, открыть эту задвижку. Вот потом будет веселье, когда у вас там пласты все порвет, потому что растор не будет выходить. То есть, скажем так, мы ее открываем по двум причинам. Чтобы про нее в дальнейшем не забыть, ну и чтобы, собственно, пользоваться манометром. Очевидный момент. Вот. Собственно, вот она картинка, да? Логика все равно одна и та же. Если вы посмотрите, что в первом, что во втором случае, итог одинаков. Скважины и так, и так закрыты. Всего лишь на одну манипуляцию разница. Остальное все точно так же. Поэтому нет сверхсложности запомнить эти алгоритмы. Просто нужно понимать, как вот мы работаем. Потом, почему я вот так стараюсь объяснить именно вот там. Мы тебя не пустим, либо проходите, пожалуйста. Ну, потому что, возможно, так будет понятийно легче. Так, ладно. Разобрались с бурением. Теперь нужно поговорить о спускоподъеме. То есть, обсудим, как мы будем готовить скважину к проведению спускоподъемных операций. Потому что, ну, такое тоже может возникнуть. Итак, если мы говорим про спускоподъем, то что мы будем наблюдать? Ну, во-первых, во-первых, задвижки на линии глушения, линии дросселирования также закрыты. Дроссели при мягком методе частично открыты. При жестком методе закрыт полностью. Так, на насос задвижки и на приемную емкость задвижки у нас закрыты. А на емкость долева у нас будет задвижка открыта. Задвижка будет открыта. Ну, и превентер. Превентеры тоже все открыты. Все, вот у нас изначальная схемка, как должно выглядеть перед началом спускоподъемных операций. А сейчас мы как раз таки обсудим, каковы ваши действия при том или ином методе закрытия, если у вас ГНВП, вы поймали прямые признаки ГНВП при спускоподъемных операциях. Поэтому, помчали. Итак, теперь говорим о том, а что мы будем делать, если у нас возникнет ГНВП в процессе спускоподъемных операций. Как будем герметизировать скважину. Вот здесь тоже очень много споров ходит. То есть, очень много споров. Там, вплоть, там, да, не знаю чего. Потому что, опять же, все работают в разных условиях. И я, опять же, постараюсь охватить по максимуму варианты возможных. Поэтому, поехали. Алгоритм. Ведем спускоподъем, прямой признак ГНВП. Ну, допустим, зафиксировали, там, раствор не принял, количество нужной жидкости, либо вообще перелив пошел. Решаем герметизировать скважину. Во-первых, останавливаем в любом случае спускоподъем. То есть, нужно остановиться. И первая задача обезопасить трубный канал. То есть, мы априори не, так скажем, надеемся на обратный клапан, который чисто теоретически может стоять. Вот поэтому мы наворачиваем шаровый кран. Вот здесь, вот звездочка. Вариантов может быть уйма. Если вы сразу навернули, я не знаю, там, получилось вам навернуть квадрат с шаровым краном на вертлюге, да, пожалуйста. Если вы навернули систему верхнего привода, сразу, тоже, как вариант. Но, в некоторых случаях, иногда наворачивается просто шаровый кран, чтобы быстрее скважину обезопасить. Это, когда, допустим, идет, ну, бывает, сифон через трубы сами пошел. Все, следовательно, там, надо просто, надо навернуть шаровый кран быстрее, его закрыть. Но тут основная задача, то вот, как бы, три действия, опять же, навернуть перекрывающее устройство, шаровый кран, подвесить инструмент на талевую систему, потому что вес на ней был, и после этого закрыть шаровый кран. Ну, либо, опять же, там иногда, вот, меняются местами эти манипуляции. Еще раз повторю, есть вариант, как просто вручную берет шаровый кран, накручивается, дотягивается и закрывается, когда там прямо народ торопится. Бывает, когда успевает накрутить словно квадрат с шаровым краном, бывает, когда система верхнего привода по-разному, поэтому не надо здесь ломать копию. Основная задача, еще раз проговариваю, навернуть каким-то образом перекрывающее устройство, подвесить инструмент на талевую систему, закрыть шаровый кран, перекрыть трубный канал, все. После этого мы переходим непосредственно к герметизации кольцового пространства, а здесь манипуляции все те же самые. Еще раз просто проговорим, чтобы запомнить. Итак, мягкий метод, что мы делаем? Мы берем, открываем задвижечку на линии дросселирования. Открыли. После этого мы закрываем универсальный превентер. Закрыли. И после этого мы закрываем полностью дроссель. Закрыли. Все. Скважина герметична. Еще раз проговариваю, чтобы закрепить. Задвижка коренная на линии дросселирования. Открыли. Закрыли. Универсальный превентер. Закрыли. Дроссель. Полностью. Все. Загерметизировали. Я надеюсь, что куда там поток, не поток, ну, уже понятно. Но на всякий случай, если что, можно перемотать еще раз прослушать. Потому что действие аналогично. Дальше. В случае жесткого закрытия я потрачу на это время, потрачу на это время, потому что лучше пусть это закрепится у нас у всех. Итак, в случае жесткого закрытия что мы делаем? Что мы делаем? Мы берем сначала закрываем универсальный превентер. Сначала его родной закрываем. А после этого открываем задвижку на линии дросселирования. Открыли. Открыли задвижку и получается, что скважина опять герметично. Все. Манипуляции все те же самые. Смотрите, что еще может быть после этого? После этого мы должны открыть шаровый кран. Чтобы мы могли зафиксировать давление собственно на стояке, на манометре, на стояке. Иначе, ну а как мы будем знать, какое давление в трубу? то есть этот момент не стоит забывать, шаровый кран нужно открыть. Но перед открытием шарового крана иногда мы можем производить какие-то еще дополнительные манипуляции. Например, регулировать по высоте там инструмент. То есть иногда там чуть-чуть смещать, ослабить универсальный превентер, чуть его переместить. Иногда мы что можем делать? Если мы на первом этапе просто навернули шаровый кран чисто как устройство, то мы можем взять и накрутить там условно квадрат, да, или систему верхнего привода, если мы это не успели в первый момент и после этого открыть шаровый кран. То есть тут момент такой, что когда мы понимаем, что затруп у нас герметичен, мы и понимаем то, что у нас есть уже прямая связь между трубным каналом и циркуляционной системой, то есть у нас восстановлено соединение, то тогда мы открываем шаровый кран. Потому что если у нас будет шаровый кран просто стоять и вы его откроете, у вас снова там начнется сифоник. Но это не относится конечно к тем случаям, когда у вас внизу стоит обратный клапан и который эффективно работает, у вас скважина просто закрыта и закрыта. То есть вы там в любом случае на манометре ничего не увидите, на манометре на трубах. Но важно понимать, что даже если у вас стоит обратный клапан, все равно должны закрыть шаровый кран. Ну так вот повелось. Потому что мало ли что вдруг этот обратный клапан там не сработает, либо еще что-то с ним там произойдет, либо его там промоет, продавит, да не важно, что с ним там может произойти. В общем, вы должны сработать опять же на собственную безопасность. В этом нет ничего плохого. То есть поставите второй барьер, в этом нет никаких противоречий. Поэтому здесь так и прописано. Но еще раз проговорю, пожалуйста, чтобы мне не хотелось бы войн, да, вот отношения а вот надо вот так вот, а вот у нас вот так, а вот здесь вот так вот неправильно. Логика в том, что везде по-разному. И это суть нашего бурения. В принципе общемирового, да, то есть это нормальная ситуация, что по-разному осуществляют какие-то технологические процессы. Наша задача понять общий смысл. То есть общий смысл остановка СПО, перекрытие трубного канала, обеспечение соединения с циркуляционной системой, закрытие кольцевого канала, открытие трубного канала для регистрации давления. Все. Логика. Она должна быть просто линейной и последовательной. А как уже до этого доходим, это другой разговор. Итак, вот они методы мягкие, жесткие, как герметизируется скважина. После того, как вы сгерметизировали скважину, вы приступаете как раз таки к регистрации давления, снимаете остальные показатели и передаете информацию супервайзеру. Супервайзер уже считает лист глушения и вы приступаете к процедуре самого глушения под его руководством. Вот, по сути, как это все делается. Я очень надеюсь, что ролик был информативным, интересным, позитивным, понятным и это что-то вам напомнило либо что-то новое дало. Буду благодарен, если будете давать обратную связь, комментарии, лайки, дизлайки, хорошие, плохие комментарии, все, что хотите, пишите. С вами был Антон Епихин и это был Буровой Ликбез и наш курс подготовки к IWCR. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok